Жертвы много, а делателей мало. Это так было, наверное, во все времена. Особенно в нанесное сегодняшнее. Итак, он ходил и по городам, и по селам, и по синагогам их, научая тем нас воздавать за злословием, не злословием, но большими благодеяниями. Если ты оказываешь благодеяние своим сарабам, не для людей, но для Бога, то как бы они ни поступали, не переставая благодетельствовать, чтобы получить большую мзду, то есть награду. Вот почему Христос, научая нас, что Он по одной благости пришел благодетельствовать, не дожидался того, чтобы приходили к Нему страждущие, а Сам поспешал к Ним, принося им два величайших блага. Во-первых, Евангелие Царствия. Во-вторых, исцеление от всех болезней. Он ни города не проходил мимо, ни селений не пропускал, но посещал всякое место. Даже и тем не довольствовался, но показывает еще больше заботливость. Видя толпы народа, говорит евангелист, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы вышел делателей на жатву свою. Евангелие от Матфея, 9 глава. Смотри опять, как Он далек от тщеславия. Чтобы не водить всех за собой, Он посылает учеников. Впрочем, не для того только посылает, но и для собственного их обучения, чтобы, образовавшись в Палестине, как бы в некотором училище, ротоборством, они приготовили себя к подвигам в целом мире. Потому-то, как юных пенцов, приучая к летанию, Он открывает обширнейшее попричье для их действования. Сколько было, то соразмерно с их силами, чтобы они удобнее могли приступать к последующим подвигам. И сначала делать их только врачами тел, чтобы после верить им важнейшее врачевание душ. И смотри, как показывает легкость и необходимость этого дела. Жатвы, говорит он, много, а делателей мало. Я, говорит, посылаю вас не сеять, но сжать. По тому образом, сказал он и у Иоанна, другие трудились, а вы вошли в труд их. Евангелие Таана, 4 глава. Сегодня церковь совершает всех святых в земле российской просиявших. Я расскажу одно житие мученика, с которым мне пришлось общаться. Это архимандрит Парфений. Как фамилия его сейчас, я не знаю, но какая-то польская у него фамилия. Вот. У меня где-то есть записан, но сейчас я не припомню фамилию его. Ему было уже 92 года. Когда меня руководил Дьякона, я жил при соборе еще в Омске. Там маленький кельник выделили мне. И он напротив был. Вот. Владыка Максим его очень как-то почитал. Вот. И однажды я как-то зашел к нему в келью, и мы разговаривали. Вот. А я еще взял тайну, да, магнитофон. Записать все-таки его. А магнитофоны были большие, знаете, катушечные. Я там спрятал в кармане подрясника, дырку прорезал, чтобы микрофон где вышел там это все. Но он говорил так, у него голос такой тихий, что записалось все плохо, ну и со временем потерялись эти где-то кассеты, я не знаю. В общем так, он в общей сложности в лагере отсидел 20 лет. Только прикиньте, 20 лет, когда каждый день мог быть последним в лагере особого назначения. Особое назначение в лагере это смертник. Оттуда человек не должен возвратиться живым. Он должен остаться там навсегда. Первый раз, говорит, меня арестовали. Когда я, говорит, молодой иеромонах, меня только рукоположили в монастыре. Это были где-то ближе к 30-м годам. Вот. Я, говорит, такой радостный. Наконец-то я иду, значит, дали там приход в деревню где-то. Я иду, говорит, у меня котомочка за плечами, пасашок в руках. Я иду, пою псалмы, говорит. Рад, но теперь-то, я, говорит, любил проповедовать. И в монастыре проповедовал. Ну, теперь я там буду трудиться, значит, это все. Ну, и до деревни-то не дошел, километра полтора, говорит, два. А там на поле женщины колхозы уже были. Уже образовались колхозы. Колхозную что-то там, картошку или что-то там, свеклу что-то тяпали. Они увидали, батюшка идет. А я иду в подряснички, говорит. Они побросали там эти тяпки и за мной. Батюшка приехал. Ну, я, говорит, только дошел до храма. А там уже НКВД арестовали за саботаж. Сорвал колхозную работу. Мне дали три года. Я три года, говорит, отсидел. Значит, освободили. Вот. И пристроился в одном храме в городе. Там принял его настоятель, значит. И там дали, значит. И он стал служить. Ну, прослужил я, говорит, недолго. Не знаю, говорит. Недели, может быть, две или месяц. Что-то так. Праздник преображения. Народу много. Освящай, говорит. Все плоды принесли освящать. Я прошу настоятеля. Отче. Благослови, я поповедаю. Он говорит. Да не надо. Ведь там же ты знаешь, сколько сможет. Тебя же сразу. Да нет. Ну, кто там. Я буду хорошо говорить, значит. Там это. Все. Ну, тот махнул рукой. Говорит. Настасья, иди. Я, говорит, вышел. Я проповедовал пять минут. Ровно пять минут, говорит. Подходят двое, меня под руки. Увели пять лет. Это второй срок был. А пять лет, когда ему дали, там еще добавляли. Еще десять добавили. Еще два добавили. В общем, в общей сложности он в двадцать лет отсидел. Я, говорит, только выжил только потому, что я, говорит, много умел что делать. Я в двенадцать лет, говорит, убежал из дома в монастырь. Мне как-то, говорит, все, это игра, ребятишки, мне это как-то не хотелось. Я убежал. Отец нашел меня, говорит, и пришел меня забрать. Дома работник нужен. Я говорю, что, в двенадцать лет, в то время это уже работник. Мог уже баранить. Там что-то уже делать. Серьезная работа. Мужскую работу двенадцатилетней. Это сегодня, он уже восемнадцать лет, а он не знает, что делать. Чурку не расколет. А тогда уже все. Но игумен, говорит, как-то уговорил папашу, чтобы меня, говорит, оставил. И отец оставил меня. Я, говорит, прошел послушание. Я, говорит, мог прекрасно жить, сшить мужскую и женскую одежду, то есть портной. Сапожник. Мог шить, говорит, любые сапоги, там, ботинки женские, мужские. Печник был хороший. Печному делу научился. Столярному делу. Я, говорит, мог все сделать там, это столярное дело. Ну, а когда в лагерь привозят, так говорят, кто портной есть? Ну, я портной. Ну, а портной там выделяет комнатку, там еще машинку там надо шить. Ну, я, говорит, узнаю, когда там у какой жены там офицера, там день рождения или что. Я, говорит, что-нибудь там из чего-то приготовлю, да, сочью платье, да, с какой-то, говорит, выдумкой еще, говорит. Мне там несут, а принесут, говорит, обязательно там что-нибудь, то сгущенки, то там консервы какие-то там это. Вот. Я, говорит, сам питался и друзей своих кормил. И здесь так. В другом лагере, говорит, переводят с лагеря там в лагерь, где столяр. Я столяром, значит, столяром работаю. Узнаю, говорит, там у начальника лагеря, у сына, когда день рождения, сделаю какой-нибудь стульчик такой, говорит, со скидной там спинкой что-нибудь потихонечку сделаю, говорит, и подарю. И опять, говорит, мне это. Вот так вот. То есть умел многое что делать. А что он рассказывал, это страшно. Привезли нас, говорит, когда везли где-то в Архангельск, где привезли, говорит, выгрузили нас. Шли, говорит, мы часа три. Буквально там лесом, степь, это снег, мороз, говорит, за 30 градусов. Привезли нас, бараки стоят. В бараке загнали, бараки не отапливаются. Мы, говорит, динары там, зима, а через потолок видно звезды на небе. Ну, мы, говорит, всю ночь там проворочились как-то. Ну, к утру, говорит, там не один десяток, конечно, замерзли, которые были. А днем начали мы, говорит, тогда оборудовать, уже там закрывать, где там эти ветки, ветками что-то, утеплять, там печурки, дрова заготали. Вот так вот выживали, представьте. Рассказывает мне еще уже, как бы, мой родственник, кто же был, это отец Володи Устинова. Вот. Александр Иванович. Он прошел всю войну, от начала и до конца. И уже после войны работал в городе Куйбышеве, токарь высшего разряда на заводе. Вытачил самые сложнейшие детали, какие там нужно было. И его обвинили, значит, первое было, что? Клевета на советскую литературу. Он, говорит, а подходят там эти номеровшиеся девчата и говорят, а вы, дед Саша, вы какие-то книги считаете? В библиотеке почему-то вы книги не берете. Говорит, да, я, говорит, не нуждаюсь в эти, я, говорит, там ничего полезного не нахожу в этой книге. А что вы читаете? Я, говорит, читаю, у меня псалтырь есть, говорит, библия есть, я читаю это все. А в этих книгах, я, говорит, клевета на советскую литературу, первое. Второе, идем, говорит, с работы, мой напарник идем, видим, говорит, а мы жили в бараках. И стреляют ребятишки за рогаток, стекла бьют в бараках. А я, говорит, только сказал, вот что значит безбожное это воспитание. Что были бы, говорит, если вы, то этого бы не делали, совесть осуждала. А так, клевета на воспитание советской молодежи. И третье, он ходит, говорит, когда отдых, там, ну, перекур, как у нас называется. Кто-то рассказывал какой-то анекдот. Приписали, что он рассказывал анекдот какой-то про Сталина. И его судят. Судят, приговорят к высшей мере наказания. Но, когда здесь считали приговор, значит, судья замолк. Там, Устинов, вы поняли, что? Да-да, продолжайте, говорит, дальше. А я, говорит, почему он спокоен был, молился. Говорит, я спокоен был, говорит, даже. Ну, что теперь еще. Дальше. Но ввиду гуманности советского закона, заменяется смертная казнь. 25 лет лагеря и особого режима, 5 лет ссылки и 3 года лишения в правах. То есть, 33 года. Но он отсидел всего где-то года 3. Когда Сталин умер, здесь стали пересматривать какие-то дела и, значит, его освободили. Вот. Вот они. Святые. В земле российской просиявших. Понимаете? Это только то, что уже я знаю. Другие где-то знают. А сколько, каких, неизвестных где было. Рассказывали. Я служил в Веселькуле, говорит, а там деревня рядом, говорит. Люди еще были, старушки, которые они знали, говорит. Батюшка был у нас. И призвали его, говорит, исповедовать в другую деревню. Там километр 3 деревни была. Уехал батюшка в деревню. Нет и нет, и нет батюшки. Давай искать его 2 дня, 3 дня. Потом находит его между деревней, там где-то был колодец. Находит его в колодце. Не с головой сброшенного. Вот так вот. И много таких, когда приходили прямо в храме, расстреливали. Там распинались же в храме священников там и прочее. А вот недалеко наш Знаменский монастырь-то. Знаете? Всех. А я знаю монахиню, которая была насильницей в монастыря. Монахиня Александра. Еще в 60-х годах она жила здесь, где-то на улице Пролетарской. Там где-то как в полуподвале такой деревянном доме. И мы были у них. И вот я как-то ей привез виноград с Киргизии-то. И говорю, матушка Александра, вот виноград. Да какой это виноград? Вот виноград-то я в Иерусалиме-то ел. Вот это виноград, а это какой это виноград? Семь раз ходила в Иерусалим. Ну, ходила докуда? До Иерусалима не дойдешь. Они где-то до Одессы доходили. А там на корабль и переплывали. А там уже пешком ходили. Она такая была, ну, росла, видать. Она уже и за 90 лет, наверное, была. Она такая крепкая, высокая. Тогда была, да, была она, наверное, там метр восемьдесят девяносто, наверное, такая. Видно, что у нее. Но Игнать еще начнет ей там это говорить. А она, наверное, такая, ну, Игнашенька, опять расфорисействовался. Так она, а голос такой грубый у нее, расфорисействовался опять, Игнашенька. Ну, вот такие. Она сохранилась так, что ее игумени послала куда-то там в деревню по каким-то делам. А в это время как раз расстреляли. Она когда вернулась, и никого нет, сестер уже расстреляли. И она осталась оживая. Она в счастье тех была. Если бы она не ушла, она бы была там. Но она в счастье этих была. Игнатий знает, какая фамилия. Я фамилии не знаю, но знаю, что Александр. Вот так вот. Это мы, которые знаем уже. А сколько в земле российских просиявших. Поэтому, как нам? Да нам сегодня легче спасаться. Мы имеем заступников наших, помощников. Молимся, святые, в земле российской просиявшие. Молите Бога о нас. Дайте нам утверждение веры, чтобы нам приходить от веры к вере. То есть, выше и выше подниматься в этом. Чтобы всегда в горе иметь сердца. За все благодарить Тебя, Господи. Тебе слава веки веков. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.